Сегодня последний день моего присутствия в последней серии. Занятий в доме Бердавида, и мне показалось, что было бы необходимо подвести в определенной степени итог, пройденный 4-5, даже 3-2 дня, потом еще 3 дня интенсивных, 5 интенсивных дней работы. Они повлияли и на мое мышление, и создали целый каскад вещей, которые возникнут в ближайшие по меньшей мере месяцы. Возникло несколько ситуаций абсолютно невероятных на уровне чуда. Я уже не говорю про терапевтические эффекты, потому что это не мне судить и не моими мерками мерить, но были очень удивительные вещи. Поскольку картинка красивая, как сказал наш оператор, я как раз хотел сегодня сообщить вначале, что ровным образом вчера я начал думать по поводу красоты в искусстве, и решил начать мою новую книгу таким образом, что искусство не может объективно нравиться всем, так как оно по своему свойству является вещью субъективной, по свойству не по качеству. Красиво – это значит декоративно, это украшательно, и декорация – это как бы обман зрения, это тромп-лой по-французски. Искусство – это не обман, поэтому оно не должно искать ни объективации, ни красоты, которая субъективна, так как она воспринимается тем или другим человеком совершенно любой, один и тот же объект, совершенно по-разному. Поэтому если ему слишком красивое что-то перед глазами ставят, там нет места поучаствовать в его душе. А если что-то недостаточно красивое, незаконченное, или как бы намек, или просто какое-то первое движение в сторону реализации, то тогда альтер-эго в искусстве, то есть наблюдатель, он вдруг оказывается в позиции сотворца, потому что он может додумать вместе с вами, с творцом, то, что вы воспроизвели, и тогда появляется настоящий феномен искусства. Родина не является территорией человека, который родился на ней, а Родина является, у меня лично, является мое убеждение. Мы слышим много разговоров по поводу предательства Родины, сейчас за это сажают, сейчас очень война идет, и очень неспокойно. Я очень неспокойно себя чувствую и живу, то есть я себя лично чувствую в плане профессиональном спокойно, но неспокойно чувствую себя за этот мир. И то, что людей запирают, сажают за какие-то слова, и сейчас появилось предательство Родины, и там кто-то не зарегистрировал израильский паспорт, много всяких вещей. Значит, территория, рождение можно покинуть, чтобы не предать свои убеждения, вот я считаю, что это самое важное. Поэтому предательству явится скорее остаться на месте, которое полностью, совершенно не соответствует моим внутренним состояниям, чем предать свои убеждения и уехать, и быть полезным, во-первых, обществу и людям. Значит, люди могут сажать деревья, деревья растут, а птицы должны прилетать из разных стран и под этими деревьями селиться, а потом опять же улетать в другое место. А если мы уподобляем себя смоковнице, то в какой-то момент она засохнет, потому что мы будем под ней сидеть. Да, значит, следующая моя Максима будет связана с тем, что, это называется демультипликация, умножение, что любым всяким детям противопоказаны детские инструменты, потому что у меня возникла аналогия скрытой порнографии, это инструмент для взрослых, вы понимаете, что такое? Адюльт, это видите, что такое инструмент для взрослых, детей не пускают. То есть для меня любое искусство, когда написано плюс 18, оно, значит, уже начинает падать в качестве по определению, потому что то искусство, до которого я допустил детей, оно является половинчатым искусством, искусством для взрослых. Значит, давайте будем допускать детей к инструментам для всех, то есть должно быть, чтобы дети и взрослые, это была одна и та же практика. Объем пустоты, вакуум и звукообразование, он должен быть в пропорции, он должен быть больше, чем мозг ребенка, а детский инструмент, он мозг, эти детские гитарки, эти штучечки, скрипочки, вот это все, они так попискивают, и они скукоживают мозг, а мозгу нужно, наоборот, что-то крупное, чтобы к нему тянуться. Это немножко такая метафора, скорее, но чем больше инструмент, тем больше ребенок от него получает наслаждение, потому что музыка – это есть способ тоже ввести ребенка в экстаз человека, потому что ребенок – это тот самый человек, который завтра будет взрослым, но сейчас он уже готовый полностью человек вспомнить из себя в том возрасте, и что вы совсем не были ни вашими родителями, ни кем другим, кроме самих себя. Вот, и можно много мелких инструментов, если их очень много, можно с этим экспериментировать, потому что здесь очень удачно в этом плане комната, все, такие горы, вот этот хаос набросанных вещей, это очень-очень интересно, и здесь это хорошо используется в этом бердови. Есть такая мысль небольшая, кто платит за неформат? Дети не вписываются в те ниши, которые хотят родители им как бы предоставить. Значит, ниши, есть такая поэма Николая Заболоцкого, которая называется «Безумный волк», она про волка, который взлетел, он пытался познать мир, Вселенную, и потом взлетел и упал. И он говорит, я летатель, я топор, разрушитель ваших нор. И вот, значит, в нише, в Витруве такой был архитектор римский, он вставил туда амфоры, чтобы они резонировали в амфитеатрах. Значит, если человек хочет занять нишу, значит, он, видимо, хочет стать амфорой, он хочет стать медью звенящей и, скажем так, пустозвонством заниматься. Потому что меди, если в ней нету, то есть, как сказал Павел, если я хоть всеми языками владею, но во мне нет любви, то я просто медь звенящая. Это цитата. Теперь, значит, последний, вот, закончу на этом инструменте. Инструмент вообще является мостом, подвижным мостом. Это такая новая категория, которая у меня появилась. Как бы он подвешен за какую-то некую вот абстрактную такую реалию, этот подвижный, и он двигается с одного места на другое. По мосту можно идти в одну сторону, можно в другую сторону. То есть, это мост между тем, кто перед инструментом стоит и играет, и миром, где его можно услышать. Значит, в нашей ситуации, вот, чтобы прийти к завершающей ноте, я хочу рассказать ту историю, в которой черепаха родила бабочку. Это, значит, черепаха, это вот это вот эстудо, который я так сколотил немножко, такой сафранный. Но он, как бы, он такой олеповатый, грубый, практически из фанеры. Но я о нем немножко рассказываю. Он похож больше на какой-то помесь лиры с перекрестными струнами. У меня сейчас несколько лир в изготовлении в Париже находится, во Франции. Но это семиструнный инструмент. Я добавил восьмую струну. И это, как бы, два неподвижных бумеранга. Вот это вот, и она называется эстудо. Эта вот эстудо, оно... У него звук такой не очень сильный, его вроде и нету. Но он, как бы, не традиционный инструмент, потому что вышел из сознания, из моего. И как-то, опять же, подражательный, потому что ее отец был такая большая. Он значительно крупнее и был очень красиво сделан. С итальянскими дорогими колками, струнами. Он остался во Франции, потому что он был большой. Я не мог его поместить в багаж. И поскольку я работаю здесь, в Тель-Авиве, с одним удивительным человеком, которого зовут Яков. И он иранский мастер, еврей музыкальных инструментов. У него лавка называется Центр Духовной Музыки Восточной. И она находится ровно напротив, на улице Алленби, на 90, напротив большой синагоги Центральной Тель-Авивской. И я у него, вот как бы, благодаря ему мы смогли для Центра приобрести огромную бас-гитару, гитарон. И в этот раз появление вот этой черепахи, оно материализовало в себе появление арфы бабочки. Вот я ее хочу показать, чтобы дать завещание последующим поколениям, чтобы они играли на арфах бабочках как можно больше, потому что это у нас настоящий, это у нас цитра, цитра, которая относится к, не очень шумит, когда все нормально, шума нет. Цитра это как бы, это предок фортепиано, собственно. И играется он такими вот палочками. Инструменты, этот конкретный инструмент тайский, из Таиланда. И на нем стоят струны. 30 струн здесь. Он у нас устроен от ля до ля. Здесь две октавы. И вот его, так сказать, метод к использованию. Но там ничего не написано. К тому же я тайским не владею, особенно, но во всяком случае, надо сказать, что здесь ничего особенного в отличие от европейской музыки нет. Но инструмент удивительного резонанса, совершенно невероятной красоты натяжения. И каждая из этих букв, она означает одно номинование звука. Таким образом, это называется хим по-тайландски, но, в принципе, он происходит из китайского цина. Гуцин – это один из видов, можно назвать гуслими, потому что гусли, слово само от гуцина именно и произошло в русском языке. На гуслях много играли руками, но здесь это играется, как на фортепиано, потому что по нему бьют молотками. И он настраивает совершенно. Мы сейчас провели большую серию записей и съемок, где я тоже делал, с детьми и с родителями. И возникали такие совершенно безумные красоты, резонансные группы внутри вот этой детской комнаты. И были очень красивые моменты музыки, которая нас поднимала в какие-то высшие сферы мира, когда уже нет ничего, кроме настоящего момента и счастья, полета души перед своим создателем. Вот. На этом позвольте мне с вами распрощаться. Я надеюсь, что я где-нибудь в сентябре вернусь. Спасибо командам ДФ Давида, спасибо друзьям-операторам записывающим, спасибо Давиду Йосефе. И была очень насыщенная, насыщенная, высокого уровня деятельная программа. Очень интересная, насыщенная встреча с Ириной Котвицкой. И сегодня она с нами прекрасно играла. Мы вдруг создали такой финальный хор. И девушка, которая не с этой, это был главный момент этих встреч. Мать двух детей, которые здесь находятся на лечении, на просмотре, наблюдении, она вдруг взяла кисти в руки спустя 10 лет никакой активности художественной. И создала какой-то невероятной красоты изображение, очень декоративное. Но оно было прямо насыщено всеми воспоминаниями о том, на какой степени она была ученым, художником. И она все это в деталях многоцветной тушью японской создала. И это теперь висит при входе. Там Давид повесил, он был поражен этим моментом. А я с ней продолжаю работать в том плане, чтобы она теперь дальше двигалась в сторону освобождения своего художественного жеста и художественного мира. Потому что человек, только строя себя, может претендовать на то, чтобы его дети улучшились, потому что они следуют примеру родителей. Так что каждый человек должен сам себя строить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова